Доброе утро! В эфире Вести Магнитогорск в студии Галина Кочерова. Магнитка увеличивает поставки автопрому. Несмотря на существенный спад в российском автомобилестроении, ММК удалось укрепить свои позиции на рынке и увеличить отгрузки хладнокатного проката. Напомню, автолист Магнитогорского медкомбината одобрен ведущими мировыми автоконцернами, которые производят сборку в России. Так, в первом полугодии 2015 года комбинат увеличил поставки до 215 тысяч тонн. Это на 20% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Шесть пострадавших с начала месяца июль бьет рекорды по детскому травматизму. Среди тех, кто получил травмы, пешеходы, пассажиры, велосипедисты и мотоциклист в возрасте от 3 до 15 лет. При этом два ребенка получили травмы по собственной неосторожности. Это 15-летний водитель мотоцикла и 13-летняя девочка-пешеход, которая переходила дорогу в неустановленном для перехода месте. Также травмы получили два ребенка-пассажира. Это дети в возрасте 9 и 3 лет. По-прежнему нередки случаи нарушений, которые приводят к травмам по вине взрослых. Чаще всего это перевозка детей без удерживающих устройств. Госавтоинспекторы говорят, к сожалению, очевидные вещи приходится разъяснять не только детям, но и взрослым участникам дорожного движения. Так много колясочников на улицах города магнитогорцы еще не видели. Ощути, чтобы понять, предлагали представители правобережного общества инвалидов. Десять волонтеров решились попробовать, каково это, иметь ограниченные возможности. Наш оператор тоже сел в инвалидное кресло и увидел мир глазами тех, кто с него не встает. Бордюры и лестницы стали серьезным препятствием. Волонтеры убедились даже в поход в магазин. Задача не из легких. Я думаю, что это не только над инвалидами издеваться. Вот мамочки с ребятишками по этому пандусу не поднимутся. Лучше бы вообще не было. Акция проходила полтора часа. Скорость колясочников невысокая. Волонтеры еще и заметно отставали. Нет сноровки. А сами инвалиды не могут понять, неужели, чтобы достучаться до власти, кто-то должен сесть в инвалидное кресло. Туда самостоятельно, обратно при помощи спасателей. 60 человек с начала лета заблудились в южноуральских лесах. Две трети из них смогли благополучно вернуться домой благодаря сотрудникам МЧС. Остальным удалось найти обратную дорогу самостоятельно. По статистике, больше всего туристов и грибников теряется в трех знаковых местах в национальных и природных парках Таганай, Ремель, Зюраткуль. Спасатели советуют заблудившимся идти по течению любой речки. И она обязательно выведет к населенному пункту. Хвойный лес безопасный для прогулок в черте города. В Магнитогорске продолжается посадка крупногабаритных деревьев. В городских скверах их уже 80. Накануне парк Пионерский на левом берегу украсили сосны. Напомним, средства на благоустройство территории направил губернатор области Борис Дубровский. Деревья привезли с территории насосной станции. Их возраст 10-20 лет. Жители микрорайона «Зеленому соседству» только рады. До этого никогда этого не производилось. Запущенный двор все время был. А это, как говорится, красоту такую наводит. Ну кому это неприятно? Это всем же приятно. От старого до малого. Посадили, удобрили. Если они чуть-чуть пожелететь начали, мы опрыскиваем специальным перепаратным цирконом. Они же как дети, надо уход, уход, уход. Каждый день поливаем. Мы хотим, чтобы они пережились, жили, людей радовали. Помимо посадки новых деревьев, продолжают работы поспиливанию старых и больных. Всего до конца года планируют высадить больше 200 крупногабаритных деревьев, а в следующем 500. Далее о том, какая погода будет сегодня, я же всем прощаюсь и желаю добрых вестей. В Фершан-Пенуазе сегодня днем температура воздуха будет плюс 27, плюс 29 градусов. В Кизильском районе ожидается до 30 градусов выше нуля. В Верхнеуральском районе плюс 25, плюс 27. И в Магнитогорске без осадков днем 26-28 выше нуля.